Десна ТВ Пресс-конференция в областном ОМВД, посвященная борьбе с коррупцией. Зачастую сами граждане своими действиями провоцируют должностных лиц на совершение преступлений. Атомпарк «Глазами ребенка» – творческий конкурс для юных десногорцев. Загадать мы не будем, но я надеюсь, что мы победим, потому что проделана огромная работа. Концерт в музыкальной школе, посвященный Виктору Павловичу Дубровскому. Это был невероятно открытый, деликатный, тактичный человек, несмотря на заструбивание с вами. Тема автобусных перевозок – острый повод для дискуссий и споров вот уже долгое время. Заработает ли городской автовокзал и как решаются проблемы автобусного сообщения? Смотрите в сюжете. Нормальное функционирование транспортной системы города – необходимые условия существования любого современного населенного пункта. В этом плане у Десногорска все еще впереди. Автовокзал, который был закрыт летом прошлого года, вновь готовится к приему пассажиров. Нас в данный момент интересует зал ожиданий, санузлы, касса перрон. Вот те позиции, которые нас интересуют. Продолжительные судебные тяжбы в истории с автовокзалом подошли к своему финалу. Определением арбитражного суда Смоленской области был назначен конкурсный управляющий, задача которого – запустить объект. 9 декабря фронт работ оценил глава Десногорска совместно с представителями комитетов. Глава города поручил в кратчайшие сроки подготовить и ввести объект в эксплуатацию. Для этого муниципалитет планирует заключить договор с конкурсным управляющим о безвозмездном пользовании автовокзалом в течение 11 месяцев. Необходимый для города объект откроет свои двери в конце декабря нынешнего года. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Владислав Полоскин, Десна-ТВ Национальному плану противодействия коррупции, утвержденному указом президента России, на Смоленщине уделяется пристальное внимание. О результатах антикоррупционной деятельности в регионе рассказали на пресс-конференции в областном ОМВД. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции в первую очередь ориентированы на правонарушения в структурах власти. Взяточничество чиновников порой приводит к крупному ущербу не только граждан, но и всего государства. Кроме этого, в текущем году была проведена работа по фактам нецелевых трат из государственных внебюджетных фондов. Служба экономической безопасности и противодействия коррупции в ОМВД России по Смоленской области в отчетном периоде выявлено 92 преступления коррупционной направленности, в том числе 55 фактов взяточества, из них 10 фактов взяточества в крупном и 2 факта в особо крупном размере. В том числе выявлено 19 фактов дачи взятки и 9 фактов посредничества при получении взятки. В обоих случаях наказание предусмотрено Уголовным кодексом Российской Федерации. Всего же за январь-октябрь 2019 года ущерб от коррупционной деятельности составил почти 450 миллионов рублей. В январе и октябре текущего года у ОМВД России по Смоленской области за совершение коррупционных преступлений к уголовной ответственности привлечены 52 лица. Из них представители федеральных органов исполнительной власти, представители органов госвласти субъекта, представители органов местного совмправления. Косвенной причиной коррупции остается и гражданская оппозиция Смолян. Зачастую именно они и провоцируют должностных лиц на совершение коррупционных преступлений. Олег Соловьев, Владислав Полоскин, Десна-ТВ Атомпарк – городская территория вдоль водохранилища, которая обязательно станет одной из визитных карточек Десногорска. По крайней мере, именно такие планы у городских властей на ближайшее будущее. Каким парк хотят видеть юные горожане – далее в сюжете. Конкурс дизайна малых архитектурных форм для Атомпарка «Мы выбираем будущее». Творческое задание с серьезным подтекстом, но с детской непосредственностью. Этот конкурс был инициирован администрацией города Десногорска для того, чтобы придумать интересное наполнение для проекта, который, мы надеемся, будет реализован в нашем городе – Атомпарк. И хочется сказать, что дети действительно подошли к этому очень творчески и представили на конкурс много замечательных идей. Скамейки, фонари, лавки, беседки и даже современные зоны, такие как Пандапарк – детская фантазия не знает границ. Участники от 5 до 18 лет, ученики Дома детского творчества Десногорска представили 132 работы. Так они предложили массу идей и даже экспериментов, некоторые из которых найдут применение в будущем проекте Атомпарка. Конкурс проходил с 20 по 29 ноября, и жюри было непросто выбрать фаворитов. Сейчас по результатам конкурсной комиссии, где определены победители, эти результаты мы вынесем еще на общественное голосование, которое мы проведем до нового года. И наши жители должны будут выбрать лучшего из лучших для того, чтобы те проекты, которые нарисовали наши дети, мы могли воплотить в жизнь. Возможно, какая-нибудь из этих идей станет решающей в борьбе муниципалитета за грант на благоустройство парка. Новый конкурс Минстроя России пройдет в 2020 году, а реализация задуманного намечена на 2021 год. Пока же жителям Десногорска предлагается проголосовать за победителей нынешнего конкурса и выбрать самые удачные идеи. Сделать это можно на сайте администрации до 30 декабря. 11 декабря в Десногорской детской музыкальной школе имени Глинки состоялся музыкальный концерт, который был посвящен памяти Виктора Дубровского. О его биографии и вкладе в музыкальную историю Смоленской области расскажем прямо сейчас. Заслуженный артист, советский и российский дирижер, скрипач, основатель и первый руководитель Смоленского русского народного оркестра Виктор Павлович Дубровский. В свое время он покорил более 50 стран мира, а на его счету 2500 концертов. А в 1988 году на Смоленской земле он создал профессиональный русский народный оркестр, который стал одним из лучших в СССР. Волю судьбы он попал сюда к нам в городе Десногорск и, в общем-то, руководил оркестром преподавателей. В дальнейшем мы все знаем, что в Смоленске появился оркестр. Очень мы гордимся тем, что из этих преподавателей, часть какая-то, были лично знакомы с Виктором Павловичем, соприкоснулись с его творчеством, с его талантом. Благодаря этим людям, которые чтят память заслуженного артиста в Десногорской детской музыкальной школе имени Глинки, состоялся памятный концерт, участие в котором приняли педагоги с разных отделений. Некоторые из них много лет работают в музыкальном учреждении, а также играли в том самом оркестре, создателем которого был Виктор Дубровский. Зал был полон зрителей. Все эти люди пришли вспомнить музыканта и его творчество. Виктор Дубровский внес огромный вклад в музыкальную историю Смоленской области и в целом России. Помимо своего таланта он обладал еще прекрасными человеческими качествами, которые запомнились всем, кто когда-то имел честь с ним познакомиться и выступать на одной сцене. Это был невероятно открытый, деликатный, тактичный человек, несмотря на заслуги из вами. Идейными вдохновителями и организаторами таких концертов выступают сами преподаватели музыкальной школы. Кроме этого, они также организуют в Десногорске и музыкальный конкурс имени Виктора Дубровского, который состоится уже 20 декабря. На конкурс будут приглашены молодые и совсем юные музыканты со всех городов Смоленской области. Благодаря таким фестивалям и концертам, которые подготавливают сотрудники детской музыкальной школы, дети вдохновляются на творчество, проникаются в музыкальные истории своей родины, тем самым совершенствуют и свое мастерство. Ксения Вьюшкова, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна-ТВ. На выравнивание бюджета муниципалитетам и городским округам Смоленщины в следующем году будет выделено почти 3 миллиарда рублей. Деньги поступят из казны региона для пополнения доходной части бюджета отдельных населенных пунктов. Такое стало возможным благодаря областной государственной программе создания условий для эффективного управления муниципальными финансами. Планируется увеличение и налоговых поступлений, в том числе НДФЛ, за счет ожидаемого роста заработных плат в регионе. Также на 17% вырастут налоги на прибыль от консолидированной группы налогоплательщиков, к которым относится, например, Смоленская АЭС. Такую информацию предоставили на заседании Комитета Смоленской областной думы по вопросам местного самоуправления, госслужбы и связям с общественными организациями. В конце выпуска о погоде. 13 декабря в Десногорске пасмурно возможен дождь. Температура днем плюс два, ночью около нуля. На этом выпуск завершен. Больше интересного на нашем сайте desnadefis.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. В студии работал Олег Соловьев. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!